2 июня на пересечении улицы Благоева и бульвара Шмидта в автомобильной аварии пострадал человек. Технические повреждения получили три машины. Предположительный виновник аварии водитель автомобиля БМВ. Сам мужчина не отрицает, виноват. Я нарушил, проехал прямо и врезался в этих ребят. БМВ двигалась по бульвару Шмидта в сторону речного вокзала. В это время по улице Благоева, а это главная дорога, в сторону Суменки шла лада 10-й модели. Вроде никого не было, а как стал приезжать осторожно. Они летели, конечно, но тут скорость-то все, поэтому... И вот здесь мне стукнули, вот сюда. БМВ задевает двигающуюся десятку. Та отлетает в Митсубиши и затем выруливает на трамвайные пути. Митсубиши вообще стояла у обочины припаркованная. Ее водитель отлучился по делам, а когда вернулся, с удивлением увидел, что его машина разбита. К месту аварии вызвана скорая. Медицинская помощь потребовалась водителю ВАЗ-2110. Мужчину доставили в больницу. По словам сотрудников ГИБДД, его жизни ничего не угрожает. В ряде тверских СМИ появилась информация об обрушении части стены дома по стройке начала 20-го века по улице Спартака. После обрушения в стене образовалась сквозная дыра. В этой пятиэтажке проживает почти полторы сотни семей. Среди жителей – пенсионеры и дети. Этой информацией заинтересовались сотрудники регионального следственного комитета. В ходе мониторинга средств массовой информации была выявлена публикация, в которой сообщалось о том, что 30 мая текущего года в пролетарском районе города Твери произошло обрушение части стены дома 1908 года по стройке, расположенного на улице Спартака. Из-за этого образовалась сквозная дыра. В пятиэтажке проживают пожилые люди и дети. С целью установления всех обстоятельств произошедшего руководством Заволжского межрайонного следственного отдела города Тверь, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, был осуществлен выезд на место происшествия и проведен его осмотр. Организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.